Ну и ёлка, просто дива, как нормально, как красиво. Вот огни на землю знания, у них маленьких огней. Вике Корешковой 8 лет. В этом году она пошла в первый класс в школу-интерната и уже хорошо считает, знает наизусть муху-цокотуху и как все дети верят в Деда Мороза. Она самая талантливая, самая умная и самая добрая девочка, говорят они мама и старшая сестра. После рождения дочери и установлений страшного диагноза медики рекомендовали Анне Викторовне отказаться от ребёнка. В семье эту тему даже не обсуждали. Любить, воспитывать и развивать решили все. Хороший солнечный ребёнок, помощница, помогает, сама и кровать заправляет, всё как бы социализировано. Есть, конечно, свои нюансы. Звёзд, конечно, с неба не будем хватать, но будем надеяться, будем равноправными членами общества. Надеюсь, что будут полезные, где-то, может, и в работу как-то в будущем, а пользу людям как-то принесёт. Занятия в изоостудии, рисование, лепка были любимыми для Артёма Кучера. Пока в Севастополе не открыли секцию слейдж-хоккея, куда и пригласили 10-летнего мальчика. Теперь его главное желание – стать вратарём команды и получить форму с номером один. Артём, скажи, вернее, расскажи мне, вот у тебя теперь новое увлечение, хоккей. Это как вообще? Это куда? Артём двумя руками за, он хочет, ему нравится. И он, несмотря на то, что осторожный ребёнок, он, надев форму, сев в эти сани, не промолвил ни слова, ничего не пожаловался, взял смело клюшку в руки, забил две шайбы в ворота и, собственно, даже только дома сказал, что ему немножко что-то там давил костюм. Но это всё поправимо, эта форма, только её надели на него, и клюшку сделают под него, всё. Поэтому, я думаю, это возможность для Артёма внутренне вырасти. Объединить семьи особенных детей, подарить радость общения, устроить праздник с играми и музыкой решили ребята волонтёрского центра «Фрегат» Севастопольского государственного университета. В одном из городских кафе волонтёры, а это члены студенческих отрядов, бывшие вожатые, имеющие большой опыт работы, рисовали, пели, показывали фокусы, угощали сладостями особенных детей. В моральной поддержке нуждаются не только сами малыши, но и родители. Сейчас, когда появилась возможность устроить новогодний концерт, они всегда готовы поддерживать любые начинания, где требуется их участие. Ведь помогая особенным семьям, мы сами становимся добрее и лучше, говорят студенты. Таким детям очень нужно общение, потому что они, как правило, сидят дома, общаются с ними только родители. Чтобы они развивались, им не хватает общения именно со сверстниками. Поэтому, с одной стороны, это, конечно же, и плюс им, ну а с нашей стороны, нам очень приятно, что родители сотрудничают с нами. Ну а и это тоже вызывает свои эмоции. Мы в дальнейшем продолжаем эту акцию, она не одноразовая. Мы дальше будем все равно проводить такие мероприятия впредь и приходить каждым детям домой, потому что эта тема нужна, и она редко поднимается, что является плохо. Мы хотим взять акцент на этом. Ребятам, которые не смогли попасть на праздник в кафе, волонтеры с подарками и поздравлениями придут домой. Наталья Шульга, Виталий Коломейц, информационный канал «Севастополя». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!